Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт тлеет уже больше 20 лет. Ереван всячески пытается затянуть решение вопроса, и это усугубляет развитие всего региона. Для Азербайджана первый международный форум Кавказоведов Баку стал еще одной возможностью донести реалии главной проблемы Южного Кавказа до мировой общественности. Своим видением урегулирования конфликта делились ученые, историки, исследователи. Этот конфликт необходимо решать здесь и сейчас, заявил в интервью CBC директор Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики Супян Магомадов. Здесь, конечно, нужна политическая мудрость, воля политическая, руководители двух государств Южного Кавказа и тех государств, которые выступают гарантами решения этих проблем. Это Россия, Соединенные Штаты, Америки. Они должны, естественно, выступить гарантами и решить раз и навсегда эту проблему. Эта проблема – это кровоточащая рана азербайджанского народа. По мнению Супяна Магомадова, одна из сторон должна пойти на уступки, в то время как другой для достижения этого следует создать условия. В рамках целостности Азербайджанской Республики, вот это нужно должно быть положено в основу. Между этими двумя народами, между этими двумя государствами существует конфликтная ситуация, связанная с оккупацией территории Азербайджана. Вот положить нужно садиться за стол переговоров. Садиться нужно сегодня и сейчас. Ни завтра, ни послезавтра. Не оставлять этот конфликт другим поколениям. Член Президиума Российской Академии Наук Геннадий Матишев уверен, конфликт нужно решать исключительно мирным путем. Стороны должны прийти к согласию. Самое главное, чтобы стало так, чтобы все народы, которые живут на Кавказе, независимо где они живут, независимо какие реки, горы их разделяют, сели однажды за общий стол и поговорили о жизни, о детях, о перспективе. И не говорили, кто-то плохой, кто-то хороший. Надо сесть, попытаться сесть за один стол. И тогда мы договоримся. Договориться Армении и Азербайджану сегодня мешает агрессорская политика официального Еревана. Армянские власти на протяжении десятков лет пропагандируют внутри своей страны ненависть и вражду как к азербайджанцам, так и ко многим другим представителям тюркских народов. Начиная с конца 19 века армянские террористы убивали турецких дипломатов, а также совершали многочисленные теракты в различных странах. И это продолжалось вплоть до конца 20-го столетия. Эти проблемы и проблема геноцита в отношении азербайджанского народа в начале 20 века в городе Ходжалы мы обсуждаем не только между собой. Мы доводим эти реалии до собравшихся в Баку около 200 ученых, исследователей из 14 стран мира. С этой точки зрения этот форум принесет большие результаты и пригодится в будущем как Азербайджану, так и Турции. Одному из периодов всплеска армянского терроризма посвящены исследования американца Кристофера Ганна. На форуме кавказоведов он рассказал о дашнакских боевиках и членах группировки АСАЛа. В интервью CBC следователь из США поделился и своим видением нынешней ситуации вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. Данная ситуация в Карабахе, к сожалению, является одной из глобальных трагедий. Прошло уже 23 года с тех пор, как был достигнут режим прекращения огня в 1994 году. В последние полтора года наблюдалось большое количество перестрелок на линии соприкосновения войск. Остается загадкой, почему международная общественность не прикладывает больше усилий для решения вопроса мирным путем. Конечно же, США, Россия и Евросоюз, минская группа работают в этом направлении. Но эта работа не имеет последовательного характера. Кристофер Ганн напоминает, что в свое время были приняты резолюции Совбеза ООН, но Армения их так и не выполнила. И подчеркнул, нельзя допустить, чтобы вопрос оставался нерешенным еще 25 лет. Надеюсь, что международная общественность приложит больше усилий для решения данного конфликта, учитывая, что 20% территории Азербайджана все еще оккупированы иностранной армией. И так дальше не может продолжаться. От политики к другим вопросам. Говорили кавказоведы и о влиянии азербайджанской кухни на культуру питания других народов. Эта тема также актуальна, учитывая, что все те же соседи Азербайджана, армяне, усиленно пытаются присвоить национальные блюда азербайджанцев. В Дагестане на городской свадьбе в любом городе обязательно есть блюда азербайджанской кухни, а именно люля-кебаб, плов азербайджанский. Очень популярны у нас последние десятилетия садж, ну потом долма, наряду с голубцами, пахлава, она везде присутствует в Дагестане, не только в Южном Дагестане. А в Южном Дагестане в большей степени босс-баш, довга, пити. Участники форума из Дагестана особо подчеркнули дружбу народов, выразив уверенность, что Баку и Махачкала в будущем лишь укрепят свои теплые отношения. Я приехал с докладом «Азербайджан», посвященный великому сыну азербайджанского народа, талантливому руководителю Дагестана, Алиеву Азизу Мамед Киримовичу, которому пришлось руководить Дагестаном тяжелые и суровые годы Великой Отечественной войны. Его работа, его деятельность спасла дагестанский народ от возможной депортации в 1944 году. Он сохранил целостность Дагестана, дагестанского народа. Вопросов много, и их нужно чаще обсуждать в подобном формате. Сошлись во мнении участники первого международного форума «Кавказоведа» в Баку. Только таким путем, путем переговоров и обмена опытом, можно достичь положительных результатов в деле достижения или укрепления мира между народами. Нынешняя встреча не последняя. В будущем ученые и исследователи планируют собраться вновь. Михребан Космофи, Рузрагимов, Сибиси.